Коронавирус обнаружен уже в четырех странах. О двух случаях болезни известно в Таиланде. Заболевших нашли также в Японии и Корее. По данным СМИ, зараженный человек прилетел из Китая в США. Под подозрением несколько человек на Филиппинах и в Австралии. Туристку, которая скрыла симптом болезни, ищут во Франции. В аэропортах во многих странах мира уже начали проверять наличие симптомов коронавируса у некоторых пассажиров. Сканеры, оценивающие температуры тела туристов применяют в Малайзии. Наличие симптомов высматривают у пребывающих по меньшей мере в трех аэропортах США. К подобным мерам решили прибегнуть также в Канаде. Северная Корея же вообще временно закрыла границу для туристов. Каждый год страну посещают около 350 тысяч граждан Китайской народной республики. В настоящее время есть опасения, что распространение вируса усилится, поскольку сотни миллионов граждан Китая будут перемещаться по всей стране из-за китайского Нового года по лунному календарю. Люди активно закупаются на местных рынках и ездят не только по всей стране, но и за границу. По сути, это крупнейшая ежегодная миграция населения. В таких условиях распространение вируса может иметь взрывной характер. Коронавирусы известны уже очень давно. Они поражают и человека, и домашних животных, и диких животных, и вызывают и транхит, и пневмонию. То есть люди всегда болели из-за коронавируса с баронхитами и пневмониями. Проблема в данном конкретном вирусе заключается в том, что это новый вирус, который появился в природе и перекинулся на человека. И, соответственно, пока неизвестно, как он будет себя вести. Информация о заболевших в России туристов из Китая пока не подтвердилась. Всемирная организация здравоохранения отказалась объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию из-за нового вида коронавируса из Китая. Пока режим чрезвычайной ситуации актуален только для Китайской Народной Республики. Напомним, что еще в 2013 году был зафиксирован коронавирус другого типа. Он появился в США, где стал называться вирусом эпозетической диареи, свиней и привел к очень большим экономическим потерям. Распространился в Саудовской Аравии, Франции, Германии и Великобритании. Лилия Баталова, Универньюс.